Спасательная эстафета, ДТП, колодец, оказание первой помощи и происшествие в квартире. Проходя эти и другие этапы конкурса, участникам необходимо было действовать чётко, быстро и слаженно. Но ни сложное задание, ни проливной дождь, ни тяжёлая спецодежда и снаряжение не пугают тех, кто решил испытать свою выносливость и почувствовать себя в роли настоящих спасателей МЧС. Я пошёл сюда ещё с первого курса. Мне здесь нравится абсолютно всё. Мне нравится эта скорость, эта быстрота, эта точность. Мы очень ответственно как команда подходим к этим соревнованиям. Из этапов мне больше всего нравится ДТП. Там можно по-настоящему подушить пожар. Самое важное – это сила, ловкость, координационные способности очень важно. Ну и выносливость, конечно. Без выносливости никуда, потому что когда на себя надевают боёвку, когда тяжёлый шлем, когда на тебя надевают несколько килограмм, то это очень сложно. Конкурс «Студенты. Безопасность. Будущее» проходит с 2014 года. Это девятое по счёту соревнования. Традиционно в них принимают участие команды всех четырёх вузов Брестской области. Помимо отработки действий в чрезвычайных ситуациях, оказания первой доврачебной медицинской помощи, в них есть информационные и даже творческие этапы, где студенты демонстрируют знания по основам безопасности жизнедеятельности, а также представляют оригинальную визитку своей команды. Активные студенты с удовольствием принимают участие. Им нравится динамика соревнований, какие испытания нужно пройти. Они окунаются в жизнь спасателя пожарного, то есть они на один день, можно сказать, им становятся. Соперники сражались достойно, но победа досталась команде Полесского государственного университета. Несмотря на то, что сама подготовка к соревнованиям требует от ребят немалого времени и долгих тренировок, желание испытать себя, командный дух, ощущение драйва и преодоление препятствий ещё не раз соберёт самых смелых и активных молодых людей. И кто знает, возможно, именно благодаря конкурсу кто-то из них определится в пользу будущей профессии.